Продолжение следует... То есть, о реальности, о практике нашей базы поддержки наших товарищей. В результате 22 лет, с тех пор, как мы появились публично, то есть, я хочу вам рассказать об этом. То есть, это не то, что мы добились как войска, как повстанческая армия, то, чего добились наши народы. Поэтому, когда мы провозгласили себя автономными повстанческими и сапатистскими муниципалитетами, то, когда наши товарищи сказали, давайте сами будем руководить нашей жизнью. Наши товарищи они не смогли победить очень многие вещи, очень многие элементы. Они не умели ни писать, ни читать. И не умели хорошо говорить по-испански. Но они сказали... Мы знаем, чего мы хотим, какой юстиции мы хотим. Мы знаем, каким должно быть хорошее правительство. Это не зависит от того, что мы умеем хорошо читать и писать, или хорошо ли мы говорим по-испански. И они начинают сопротивление, входят в сопротивление таким образом, чтобы это делать. И они хотят построить то правительство, которое народ хочет реально. И мы поэтому, как правительство, будем говорить на нашем языке. Потому что здесь очень много языков. Есть Цельтал, Сочиль, Тохолавал, Чол, Соке, Маме и некоторые, которые говорят в испании. Они должны были выдержать насмешки тех, кто не является запатистами. Например, он, например, цельталь. И она цельталька. Но не запатистка. Она не умеет править. Я его знаю. Он такой-то сын такой-то. Он не учился никогда ничему. То есть насмешки вот такого типа. Аньо спустя, через много лет после этого, кто, кто смеялся над ним, обращается к нему как инстанция правосудия. Злое, плохое правительство. Система, неправильная система, скажем так. Контролирует, доминирует, манипулирует полностью людьми. Для того, чтобы все были против нас. Для того, чтобы настроить людей против нас. И, например, создают проблемы. Они хотят отобрать землю, которую мы взяли под... Мы вернули себе в 1994 году. Потому что мы вернули себе тысячи hectаев. И потом следующая такая сопротивление, которое пришло... Это политическая бомбежка в средствах массовой информации. Например, в средствах информации говорят... Что наши команданты уже продались. Что генеральное командование уже бросило, покинуло Сапатистскую армию национального освобождения. Что генеральное командование Сапатистской армии уже поссорилось с народом. И даже психологические войны в средствах массовой информации. Например, говорят... Что покойный Сапат Марко, потому что он уже покойник. Что он тяжело болит. И что правительство Кальдерона его лечит. Что покойный Марко уже сбежал из Сапатистских деревень. Что он турист в Европе. И множество подобных вещей пишет пресса. И в результате многие товарищи начинают ротоверить и деморализация наступает. И наши товарищи должны были сопротивляться. И наши товарищи должны были сопротивляться. И провокациям армии, провокациям полиции. Потому что они ничего не хотят, чтобы мы их начали убивать. Для того, чтобы они начали убивать нас. Но наши товарищи из наших деревьев поняли. Это изменение, которое мы хотим. И, в результате, у наших товарищей есть другая система правительства. Где тысячи и тысячи сапатистов. Они, женщины и мужчины, командуют. И правительство подчиняется. Это удалось добиться сопротивления и непоконности. 22 года мы этим занимаемся. Если бы здесь было 22 года стримы, мы бы никогда в жизни не построили то, что сейчас построено. Народы контролируют правительство. Народы показали, наши деревни показали. Умеем ли мы читать и писать. Или не умеем, мы умеем править. Правительство, которое думает о народе. С абсолютной ясностью мы можем сегодня сказать, что все капиталистические правительства, которые есть в мире, которые капиталистические, все эти харвардские дипломы и так далее никуда не годятся. Потому что настоящая мудрость и знания находятся в эксплуатируемых народах. Но наши товарищи говорят, надо правильно пользоваться возмущением, гневом. Мы говорим, что наше возмущение должно быть достойным. То есть, когда, в какой момент можно умирать и убивать. И когда нет. Например, за эти 22 года, которые были. Как говорят наши товарищи. Мы знаем, что наступит один день, когда правительство нам больше не позволит этого. Но мы пока пользуемся этим временем, чтобы показать, чего мы хотим. Мы не ухудшаем мир, которого мы хотим сейчас. Мы хотим сказать всем этим, что это народ, который должен править. Наши товарищи говорят, Политика это политика народа. Идеология это тоже народа. И экономика тоже народ должен запланировать. Культура, которую должен построить народ, сам народ должен построить. Ни группа из какого-то кабинета. Поэтому наши товарищи сейчас Их новая система правительства, которая у них есть. Есть взаимное уважение. Потому что правительство или власти, как мы предпочитаем говорить. Они должны предлагать согласно тому, что видят. Но они сами не могут этого решать. Есть большая ассамблея. Как вы сейчас видите здесь. Здесь тысячи товарищей наших сейчас. Там наши власти предлагают что-то. Есть вещи, которые может решить ассамблея властей. Они должны проконсультироваться с тысячами людей, с целыми селениями. Это очень медленный процесс. Но это всегда должно быть решение народа. Чтобы не было ни недовольства потом. И наши товарищи Дают друг другу советы. Например, говорят Из-за штучки Если у нас что-то врачи Власть уснула. Угробный дождь Нحد даст злоп内, У нас начинается Угробный дождь Угробный дождь Угробный дождь Угробный дождь Угробный дождь Угробный дождь Очень глубоко было посеяно в самую глубину слово «демократия». Потому что все было обсуждено, предложено, высказано, изучено, анализировано и решено народом. Мужчины и женщины. Нет, не делается абсолютно ничего, о чем наши народы не знают. Товарищи не получают абсолютно ничего от плохого правительства. Абсолютно. То, что говорится, не получают абсолютно ничего. Но наши товарищи и не дают ничего абсолютно. То, что делают наши товарищи. Любая потребность, которая возникает, надо провести коллективную работу на земле, чтобы оттуда получить ресурсы. Чтобы построить школу, клинику. И все остальное, все наши остальные потребности. И то, что наши товарищи еще научились. И то, что наши товарищи еще научились. Это не тратить ресурсы просто так. Создают что-то с этим, с ресурсами. Потому что мы знаем, можно один, два, три раза получить это. Больше этого не будет. Больше этого не будет. Потому что наши товарищи. Они воспроизводят то, что получают. И то, чего ему что еще есть товарищи. Они это видят, они об этом говорят. Товарищи говорят. У нас чуть-чуть свободы есть. И чуть-чуть независимость. Но лучшее. Потому что это народ, который решает. А не группа какая-то. Вместе с нашим правительством и с народом. И в этом смысле товарищи говорят. Здесь, на этом пространстве борьбы. Не знаю, как ты переведешь. Но уже нахер послали правительство. Это так говорят наши товарищи. Потому что это уже их. Они это чувствуют своим. И поэтому система так взла на нас в результате этого. Потому что с нашими товарищами правительство не может влезть ни от лазейки никакой. Потому что наши товарищи, женщины, они гораздо лучше нас. Они лучше всех. Знают, каким образом распоряжаться лучше этим ресурсом. Они лучше нас, чем мужчины. Мы легче тратим все. Ты веришь? Я не умею беречь экономику и распределить. Потому что в результате этот коллектив женщин помогает другим женщинам из других деревень. И, если есть 40 коров, в соседний коллектив там 20 коров отправляется. И, когда там выращивают, пасут этих 20 коров, то есть 10 человек. У этой деревни остается 10. И 10 человек остается у того, кто дал. И так поддерживают друг друга. И так поддерживают друг друга. И так поддерживают от одного до другого автономного муниципалитета. Вот такая взаимная поддержка есть. Сейчас те, кто дают работу, то есть те, кто умеют организовать работу, это наши женщины. Они дают работу мужчинам сейчас. Раньше наши товарищи женщины не имеют возможность. У них не было ни малейшей возможности для этого. Сейчас у них они являются продвигателями образования, то есть образовательницами. Они тоже фельдшеры, медсестры, врачи. Они являются советниками автономных запатистских советов. Они являются местными властями. которые мы называем комиссариатами или комиссаршами. Они члены хунта хорошего правительства. они работают в лабораториях наших медицинских. Они учатся, они превращаются в хирургов. То есть есть масса вещей, масса сферы, где находятся наши женщины уже. Они говорят Они говорят они говорят Это нужно сопротивляться и бороться так долго. И там где это лучше всего понятно, это как раз вот в этих переменах, в которых правительство подчиняется. В конкретных фактах, не на словах, как обычно говорится. И большое изменение, которое они увидели, что повстанцы и команды и мы понимаем, что мы не хотим быть правительства. Мы поняли, что хочет народ, и мы уже военные сапатисты, мы поняли, что народ хочет править и мы подчиняемся. И они нас убедили в этом. Потому что это правда то, что они говорят. Шовы, повстанцы, революционеры и все остальное. Но те, кто действительно сопротивляются день и ночь постоянно, это наши народы. Поэтому они знают больше, чем мы. Сюрприз, который мы столкнулись. Когда наши молодежи получили свободу, они хотят научиться сразу всему научиться. Но у нас нет реальных возможностей для этого сейчас. Но они хотят научиться быстро улучшать все, что они делают. Например, говорят, как живут наши дедушки и прадедушки. Раньше они не использовали медицинские. Они живут в медицинских plantах. Они живут за счет медицинских трав. И молодежь нам говорит сейчас. Нужно изучить, какими веществами содержат это растение. Они уже говорили о химике, биологии и так далее. Требуют лаборатории. И откуда мы возьмем это все? То есть трудность, которая сейчас у нас есть. Но мы должны будем решить, нам надо будет придумать что-то для того, чтобы решить это. Как они видят и понимают. Капитализм, говорят, что хотели, чтобы провели деньги. То есть если нет денег, то не будет делать ничего. То есть у них нет денег, у тебя ничего не может быть. То есть как они живут наши дедушки. То есть как они живут наши прадеды. Потому что у них нет денег. То есть раньше, когда даже не было денег. То есть начинали исследования. Начинаются собственные исследования проводить. Результаты, что они обменивались. Оказывается они обменивались. Se prestaban. Отдалживали друг другу. То есть продукты одалживали, обменивались. То есть надо опять научиться этому. То есть мы не хотим этим сказать, что деньги ни на что не годятся. Да, деньги нужны, конечно. Дают пример. В системе, в которой мы живем. В системе, в которой мы живем. Эти глядские врачи говорят, что это нужно. Когда они будут делать операцию, они не будут принимать 1 тонн маис или фрукаль. То есть не преподаватся кукурузы или фасоли. Они платят деньги. Они хотят наличку. То есть, да, мы должны работать, чтобы получить деньги. Поэтому нам нужно работать, чтобы получить деньги, чтобы удовлетворить эти потребности. Но многое другое нет. И огромный сюрприз, который они нам преподнесли, это автономия, о которой мы говорим. Что народ правит, правительство подчиняется. Нет никаких учебников. Нет книг. Нет документальных фильмов с инструкциями. Потому что это народ командует. то есть, они стали inventать, создать, создать, создать... Поэтому постоянно творческий процесс изобретение, воображение, строительство всего этого. И мужчины и мужчины. И тысячи. И тысячи. гектаров земли. Это для нас, в общем-то, было огромным таким сюрпризом. Это для людей. Это прогресс? Что это еще? И это навсегда останется. И это навсегда останется. От поколения к поколению это будет происходить. И таким образом можно посмотреть на все остальное. Их все истинно станут. Все истинно. Получилось в том, что это очень важно. Это прогресс. Но такое прогресс. Это прогресс. Сейчас я говорю про вы, как ваши, это новые инициативы для которых построили. И эти новые инициативы, которые позволяют сотрудничеству, и все еще и другие. Это новые инициативы для они, которые... Да. Эти новые инициативы для стаблически. Потому что сейчас мы видим, что эту систему спасти никак невозможно. И единственные, кто могут спасти человечество, это коренные народы, это наука. Ученые и искусство. Это единственное спасение человечества. Должны встретиться коренные народы, наука и искусство. В этом возможно спасение мира. Потому что мы можем спеть песенку о том, какой новый мир мы хотим. Чего ты добьешься, если ты только научился петь эту песенку? Надо рискнуть, попробовать его построить. Поэтому мы хотим провести эти встречи. Для того чтобы подумать об этом, discutировать, проанализировать, изучить детей. И потом принять решение. Если человечество живет, то как будет человек сегодня? Победы не ошибаются. Бедные народы, бедняки, не ошибаются. Научиться, найдет лучший путь. Наруд. Ни лидеры, ни вожди. Бедные народы, ни вожди. С чего бы это ни стоило, необходимо освободить этот мир. Это быть запатистым. Всегда спрашиваем мнение народа. Если мы перестанем спрашивать мнение народа, начнутся опять ошибки. Всегда обращаться к народу. Даже если народ ошибется. Народ должен будет сам исправить свои ошибки. Но если мы здесь лидеры собрались, если мы ошибемся, будет платить народ за наши ошибки всегда. Это правильно? Правильно, чтобы мы ошибались, и народ платил за наши ошибки. Поэтому надо спрашивать у народа. и делать то, что скажет народ. Если народ ошибется, то народ будет страдать в результате. И сам народ это исправит. Потому что он, она, они ошиблись. не мы. Поэтому мы должны быть предоставителями. так сказать, что их притягивали. Что это значит? И это значит, что это значит. Это значит, что это значит, что это значит. Продолжение следует...